Привет, дорогие друзья! Вчера на меня свалились деньги, в буквальном смысле этого слова. Меня зовут Яна Мартынова, и я с вами буду на протяжении шести месяцев, где я прохожу трансформацию с Татьяной Эль и буду делиться теми эмоциями и параллельными событиями, которые возникают у меня в жизни. Так вот, я вчера иду из магазина, и просто передо мной проезжает мужчина на квадроцикле, и у него выпадает вот такой громадный, тяжеленный, толстенный кошелек. И он падает буквально в трех метрах от меня. Естественно, я подхожу, поднимаю кошелек, а мужчина умчался с ветром куда-то вдаль. Что бы вы сделали на моем месте? Один из запросов, если вы знаете, если вы смотрели до этого мои видео, один из запросов, это, конечно, финансовая стабильность. Финансовая стабильность интересует нас всех, без исключения мужчин и женщин и детей, тем более в такой нестабильной обстановке экономической, которая у нас в стране. И, конечно, можно было бы подумать, так, о, спасибо, вселенная мне дала просто сейчас, ниоткуда, очень, я думаю, судя по кошельку, приличную сумму денег. Но кошелек я не открывала. Я живу в таком небольшом районе Краснодара. Я сразу написала в чат, где сказала о том, что вот так-так, нашелся кошелек. Мужчина на квадроцикле, ваш кошелек у меня. Так что, если вы в чате, пишите. Ну и параллельно мне нужно было зайти еще в один магазин. Я захожу и слышу, что гудит квадроцикл, который бешено гоняет по дороге. Я не могу его поймать. То есть он быстро ищет, ездит. То есть я иду в одну сторону, он уже в другую. Вот, потом думаю, ладно. Написала в чате, зашла еще в магазин, оставила свои контакты. Думаю, ну вдруг он зайдет в магазин, который ближе всего от этой ситуации, которая произошла, и ему дадут мои контакты. Тут я выхожу и вижу, прям вот четко выхожу из магазина. Напротив, стоит мужчина с невероятно злым лицом. Вот именно не расстроенным. Ну расстроенным, конечно. Я вижу, что он зол. Он сидит такой на квадроцикле. Он такой весь вообще такой думает. Я представляю, что он думает. Капец. Если там что-то важное, то это, конечно, неприятно. То есть я с таким счастливым лицом машу ему. Он смотрит на меня такой, типа вообще, что? Совсем больная какая-то, тут горе. Может, он подумал, что я не ему. Короче, я подхожу вплотную, он все равно никак не реагирует, смотрит на меня странно. Я говорю, вы теряли кошелек? Он такой, да. Я говорю, ну он у меня, я его нашла. Он такой, серьезно? Это так было важно для меня? Тут я, конечно, сделала большую глупость. Я вообще-то, надо было на моем месте спросить, как выглядит его кошелек, и потом ему отдать. Ну, я знала, что он примерно так выглядит. Он примерно на квадроцикле, и вряд ли будет такое сопадение. Я ему отдаю кошелек. Вот такая история. То есть деньги к нам приходят, и приходят из разных источников. Но такой источник, как чьи-то чужие деньги, потерянные деньги, например, лично я не готова ни при каких ситуациях принять. Хотя, если честно, я вот анализировала эту ситуацию. Если была бы я в жесткой ситуации какой-то, например, когда мои дети голодают, да, и тут я вижу такое вот, кто-то теряет, например, золотое украшение дорогое, либо деньги, взяла ли бы я их себе? И тут возникает вопрос, а может быть действительно мне они нужны были, а может быть этому человеку не очень нужны, и эти деньги пришли ко мне. Симба, иди сюда. Вот, но даже в этой ситуации я поняла, что я бы их не взяла. Я бы сто процентов их не взяла, потому что я не знаю, в какой ситуации этот человек, может у него ситуация еще хуже, может быть эти важные какие-то документы лежат, важные деньги, там, не знаю, на лечение, на срочную поездку. Я думаю, что я бы, я уверена, что я бы их отдала бы в любом случае. Вот, ну, а сегодня, это было вчера, сегодня я случайно нахожу конверт, такой подарочный, в котором лежат 13 тысяч рублей. Понятно, что это деньги не упали ниоткуда, что когда-то я их туда зачем-то положила, спрятала и забыла, и сегодня их нашла. Вот, ну, будем считать, что это как благодарность, тем более мужчинам не целое письмо накатал, что спасибо, спасибо большое, чем вас отблагодарить ничем. Самое главное, что эти документы к вам вернулись, эти деньги к вам вернулись, и все хорошо. Все, люблю вас, целую. Сегодня был 13 день, впереди еще 5 с половиной месяцев, так что я с вами на связи, если вам интересно, пишите мне сообщение.